История началась с того, что Екатерина Хазипова вместе с своим мужем остановились на красный сигнал светофора, после чего в них въехал сзади идущий автомобиль. По каким-то причинам семью Хазиповых тоже признали виновными. И сейчас по этому делу идет судебное заседание. Казалось бы, Екатерине должны были возместить ущерб, ведь изначально сотрудники ГИБДД действительно признали виновным водителя, который следовал сзади. Машину починили по полюсу ОСАГО, но история на этом не закончилась. Деньги с Екатерины стала требовать страховая компания. При этом вина его осталась. И ни в одном документе не написано, что я виновата. Вина девушки указана только в документах страховой компании. Их представитель по каким-то причинам наотрез отказалась от съемки. Но в ходе заседания стало известно, что первоначальному виновнику ДТП его страховая компания тоже возместила полную сумму ущерба. До этого он в суде доказал, что имеет на это права. Правда, Екатерина на заседании почему-то не пригласили. Потому семье Екатерины надо вернуть поломину суммы за ремонт. Вы ответчик? Не согласна. Вы считаете, что вы не виновна в данном ДТП? Вина Довлетшина установлена определением об отказе и возбуждении дела об административном правонарушении от 1 июля 2019 года. Да. Перед судебным заседанием Екатерине удалось собрать все документы из отдела ГИБДД, которые подтверждают, что изначальным виновником является только одна сторона. Все это теперь будет прикреплено к материалам дела. Я надеюсь все-таки, что будет продвижение, потому что ситуация непростая, может быть даже где-то и запутанная. Буду надеяться на справедливый результат. В настоящий момент точка в этом деле не поставлена. Заседание было перенесено на 8 декабря. Денис Макаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.